Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор прогноз криптовалютного рынка на 25 марта. Давайте сразу перейдем к тому, что у нас происходит. Биткоин опустился в моменте до отметки 51 500 долларов. Это та самая переломная отметка, но он от нее взаимодействует пока на отбой. Сейчас торгуется примерно по 53 000. Сегодня помимо биткоина также включил несколько альткоинов. Посмотрим, что по ним можно придумать, какие дальнейшие перспективы. И также в различных временных перспективах посмотрим, что от них можно ожидать. Начинать будем, наверное, с биткоина. Здесь начнем с моих сделок. Вчера они полностью закрылись. Часть закрылась по первой отметке профита 56 900 долларов. Та отметка, которую я вам озвучивал. Ну и остаток закрылся по перенесенному стоп-лоссу, который я как раз таки рассказывал вам, что вчера буду переносить на отметке чуть ниже 53 500 при достижении первой цели. В итоге получилось у меня 0, небольшой минус. Вот примерно так. Однако, в принципе, я доволен, что я не стал дальше находиться в этой сделке, потому что сейчас цена ушла значительно ниже. Она бы даже сбила, кстати, мой изначальный стоп-лосс. 51 500 долларов это было ровно. И цена ровно до этих значений доходила. Поэтому тут, по сути, могла быть ситуация похуже. Давайте посмотрим, что сейчас можно ожидать. Прежде всего, все пошло по тому же сценарию, который я вам описывал. Что сейчас вот отсюда мы увидим движение наверх снова к этой трендовой линии. Я сейчас чуть поправил, то есть в реальности из-за быстрого движения цены они встретились пораньше. Впоследствии движение вниз. И тут мы видим, что все определяется пока что в сторону пробоя. Конечно, никогда... Ну, там, дисклеймер. Да, конечно, никогда нельзя говорить о том, что пробой не может быть ложным. О том, что даже такое движение, оно не может быть заманушным в шорт и так далее. Однако, на данный момент я еще пока не готов открываться в шорт позиции. Но и в лонг уже, наверное, подбирать не буду. То есть, прямо сейчас рынок находится уже в пограничной ситуации. Если до этого мы могли смотреть на него как на бычай, как на ложный пробой. Вот этой вот предыдущей трендовой линии. Как на возврат, как на какие-то позитивные новости. И на возможность дальнейшего пробоя с повторением аккумуляции Tesla, которая была у нас до этого. То сейчас на такой исключительно бычий рынок. Как на исключительно бычий рынок, я на него уже смотреть не могу. Поэтому просто искать покупки по привлекательным ценам здесь уже будет ошибочно. Однако, мы не можем также говорить о том, что у нас рынок перешел в нисходящее движение. Просто потому что... Сейчас откроем. Просто потому что какой-то перебойной точкой вот этого вот восходящего движения будет только пробой где-то 45 тысяч долларов. То есть, только при движении ниже 45 тысяч долларов мы можем говорить о том, что предыдущего покупателя также очень сильного его вынесли. И рынок разворачивается уже на нисходящее движение. Поэтому мой план с точки зрения краткосрочной перспективы сейчас достаточно простой. Я буду смотреть до каких отметок рынок опустится. В принципе, полностью допускаю 48 тысяч. Это достаточно сильная отметка. Это и цель вот этой вот зоны накопления в виде нисходящего треугольника. И отсюда, возможно, при соответствующей отбойной формации я бы рассмотрел. Покупки мне не в принципе здесь пока что нравятся. Также мне нравится ситуация, если сейчас будет снова возврат в треугольник. И наконец-то, если будет уже пробой вот этого движения. Зачем, вот этой вот верхней границы треугольника и уход наверх. То есть, ну то, что сейчас будет какой-то рост. Это в принципе практически во всех ситуациях. Потому что мы сбили стоп-лоссы покупателей, которые были выставлены за вот этим вот минимуме. И сейчас скорее всего будет возврат для того, чтобы побрить шартистов. Обратите внимание сейчас на многие, на настроение, точнее многих трейдеров. На настроение многих, там как бы таких частных инвесторов. У многих уже как бы этот треугольник пробит. И многие здесь залетают в шорт. Там с целями около 48 тысяч долларов. Поэтому сейчас здесь большой открытый интерес в шорт. И стоп-лосс, как правило, прячут за 57 тысяч 700, за 54 тысяч 400. То есть, я думаю, что движение может быть вплоть до там 40, точнее до 54 тысяч 500 долларов. То есть, чуть выше вот этой вот зеленой зоны. Это только с целью того, чтобы выбрать шорт позиции. Поэтому мы его даже вообще пока не рассматриваем как какое-то восстановление. Вот уже движение дальнейшее пробойное. Я бы сказал, что сейчас такая отметка это 55 тысяч 800. Вот уже движение 55 тысяч 800 и выше. Вот это уже переход в, собственно, в надежду на дальнейшее восходящее движение и так далее. Поэтому тут вот такой вот расклад. То есть, я пока ловить не хочу, даже несмотря на то, что сейчас минимальные цены с начала марта выходят все равно. Мне кажется, что это будет немного поспешным решением. Я готов пропустить какую-то часть вот этого движения, там 2-3 тысячи долларов, чтобы такой неопределенности избежать. Ну и, собственно, 48 тысяч или чуть выше здесь вполне меня устроит для того, чтобы попробовать взять вот этот вот существенный отскок с довольно большим стоп-лостом, ниже там 45 тысяч долларов. А проход ниже 45, я уже там буду искать какие-то потенциальные шорт позиции. Пока что общий взгляд на рынок вот такой. Поэтому я рад, собственно, что удалось вытянуть эти сделки в ноль приблизительный и сейчас уже смотреть без сделок на то, что происходит и впоследствии брать по интересным отметкам, если они будут. Давайте сейчас, в общем, от биткоина отличемся. Ну, точнее, вас ни к чему не призываю, вы можете торговать что угодно. Но моя мысль в том, чтобы пока что забить на биткоин, посмотреть, что там рисуют альткоины, потому что многие из них формируют более сильное снижение и, следовательно, уже хорошие точки входа. Вот, например, посмотрите на эфир. Здесь у нас тоже есть пробитие вот этой вот трендовой линии, однако стоп-лосты здесь пока что как-то сильно не сработали и остановка была на 1550 долларов. Здесь, значит, ключевое это именно возврат снова выше где-то 1650. И если возврат выше 1650 будет, то я думаю, что здесь можно будет вписаться в лонг. Этому способствует также формация на эфире к биткоину. Мы видим, что эфир сделал ложный пробой вот этой вот важной отметки где-то около 300 тысяч. Да, и впоследствии вернулся наверх. То есть, если здесь все будет развиваться хорошо на эфире по отношению к BTC, то есть, будет отработка вот этого вот уровня, откуда до этого начался резкий рост, то это поспособствует также, собственно, и движению наверх по отношению к USDT. То есть, итогово по эфиру, если это возврат 1650 плюс, ну, здесь если 1650 вернется, здесь тоже будет отбойная ситуация. То, я думаю, что его можно будет здесь прикупить с целями где-то 1850 и впоследствии, возможно, даже выше. Потому что, в принципе, цены, которые он сейчас показывает, они неплохие. Однако, здесь, если мы видим, наверное, перелог снова вот этого вот минимума и движение ниже 1500, я думаю, что дело как бы пошло, как там приличная, приличная аналогия этого выражения. То есть, дело плохо и в этом случае, вероятнее всего, будет эфир идти на перелог вот этого вот минимума и движение там 1246, а возможно, даже впоследствии и ниже. Потому что вот эту вот линию, которую мы рисовали, это все-таки линия еще такая, она более вертикальная. И до технически справедливых значений здесь падать и падать. Это где-то 1100 сейчас такие цены составляют. То есть, падать еще около 50% до такого более полномерного снижения. Ну и самые внимательные здесь могут там заметить, в том числе и голову с плечами. Она не очень правильная, но, в принципе, вот это может также как линия шеи сыграть. И, собственно, движение там может быть даже ниже. Поэтому тут пока что формация больше все-таки разворотная, нежели на продолжение тренда. Поэтому здесь пока воздерживаемся и 1650 будет для нас неплохой отметкой. Так, ну, Ripple. Наш стейбл коин плюс защитный актив от падения биткоина. Потому что на падении BTC часто у нас Ripple, наоборот, демонстрирует повышение. Но если такое резкое падение, конечно, как вчера, то все альткоины, они также здесь сыпятся. Ну, по Ripple у нас какая ситуация? Мы успели зафиксировать два профита. Здесь четко по пробитию ключевой точки можно было выходить по стоп-лоссу. Либо можно было просто дождаться. Вот я, например... Ну, не то, что дождаться, а остаться в сделке. Я остался в сделке. Я все так же в Ripple буду висеть. И до тех целей, которые у нас есть, я его, наверное, буду дальше тянуть. Даже несмотря на вот это вот резкое падение. Ну, а если нет, я думаю, что здесь при пробое нижней границы треугольника по 42 я выйду. И даже если я выйду по 42, это все равно будет довольно существенный плюс за счет двух хороших закрытий. За счет набора вот в этой консолидации. В принципе, по Ripple все. Больше никаких изменений по нему не вижу. Как бы в плане на сделку. Собственно, если вы заходили вот здесь, я вам сразу давал стоп-лосс. Вы уже должны были по нему выйти. Если вы не заходили нигде до этого... Ну, сейчас бы я уже, наверное, не пытался. Все-таки такое восстановление. В принципе, цена неплохая. Можно попробовать или снова взять там по 48 или при дальнейшем падении до 45-70 попробовать повторить эту сделку. Но мне кажется, что это уже так себе затея тут, если только держать далее ранее открытые сделки. Так, Dash много раз просили. По Dash та же самая ситуация. Мне, в принципе, нравится вход как около текущих цен. Потому что это, в принципе, достаточно существенная коррекция. Это минимумы предыдущих, которые он формировал. Но если прям более надежные цены, то это вот этот вот зеленый диапазон. Это 120-175. Это как раз-таки возврат к более технически справедливым значениям. И, в принципе, сбросит очень сильную перекупленность. Он повторит вот эту вот формацию, от которой дальнейший рост начался. Поэтому, если как бы не горит, ну не то, что не горит, если вы более консервативно настроены, я бы дождал все-таки проход по вот этой вот зеленой зоне к 120-140 примерно. И там начинал какие-то прям активные покупки. Либо рынок тоже относительно неплох для этого. Однако, мы видим, что потенциал коррекции и сброса перекупленности здесь еще есть. Вот. Следующая монета это матик. Его я не хочу покупать. Даже несмотря на то, что он рисует вот этот вот отбой от трендовой линии. Мы все знаем, чем часто заканчивается отбой от трендовой линии. Это все-таки такая замануха, как правило, наверх. И после этого сбития вниз. Здесь накопится большое количество стопов. Они будут вот в этом вот диапазоне от 15 до 28 центов. Поэтому мне здесь больше нравится все-таки попробовать отыграть шорт на пробое вот этой вот трендовой линии. И, собственно, взять вот это вот движение в красной зоне. То есть, для меня основанием для шорта будет где-то пробой 28-30 по центам. И далее движение вот в этой вот зеленой зоне. Можно много зон фиксации найти. Ну и последняя цель, мне кажется, это примерно около 15. Будут сбивать вот эти вот минимумы, от которых такой вот рост начался. Потому что многие заходили именно здесь. Ну и будут заходить сейчас на вот это вот отбой от трендовой линии. То есть, уж слишком он красиво сейчас вот этот вот отбой рисует. Мне это не очень нравится. И, скорее всего, здесь могут матик прокатить. Поэтому аккуратно на пробое, я думаю, что здесь можно залететь. Самое главное помните, что когда вы шортите такой рынок, вам нужно иметь стоп-лосс. И стоп-лосс максимально быстро двигать без убыток, а потом вслед за ценой. Потому что это все-таки пока что контр-трендовая сделка. И сопровождение ее должно быть такое, очень аккуратное. Давайте перейдем к Qtum. Здесь уже многие цели по Qtum достигнуты, которые мы рисовали. Мы его брали, как и по вот этим вот отбоям. Потом рисовал надбой и 7,5 он нам взял. И сейчас уже 8,5 взял. Давайте посмотрим, что у нас здесь дальше. В принципе, восстановление у него неплохое. Рост довольно органичный. И я думаю, что перебитие вот этих вот максимумов, оно состоится тоже уже в ближайшее время. И мы видим, что в принципе, вот это вот, это похожий формат на то, что у нас было вот здесь. По характеру движения в том числе. И мы видим, что до этого цена перебивала максимум примерно на 40, на 80%. Ну, здесь смотря от чего считать. Если от 5,5 до 8,8, ну, это процент 50, наверное. Здесь вот такой ориентир. И максимумы могут, максимумы он может установить достаточно высокие. Ну, самые основные уровни это 9,6 и 12. Это основные цели по позиции. И плюс, в принципе, вот эту вот формацию, он как раз отработает по этим значениям. Поэтому тут, мне кажется, что выглядит он неплохо, довольно сильно. Уровни для подбора, если не рынок, то, и если вы еще до сих пор его не держите или закрывали, то 7,5,7. То есть, вот этот вот диапазон с 7 до 7,5 здесь выглядит неплохо. Ну, и давайте перейдем уже к последней идее. Последняя идея новая. Я ее вчера отписывал в телеграм-канале. Мне она понравилась как по графику USDT, так и по графику BTC. Мы здесь видим хорошие и предсказуемые действия покупателей. Но, опять же, не всегда они могут быть эти расчеты верны. Поэтому всегда используйте или ограничения по рискам, или небольшой размер капитала, если вы используете их в инвестиционную часть. Смотрите, здесь хороший покупатель, 15 центов. Вот он прямо отсюда начинает двигать цену. Доводит до 35. Потом как бы сбрасывают. Снова поддерживает на 23. Снова доходит до тех же зон продаж. И далее мы видим, что снова коррекция к 30 центам. И здесь активные отбои от этой зоны. И, собственно, это все впоследствии может как раз таки привести к поджатию уровня и его пробою. Поэтому тут я выставил для себя цель около 47 центов. Я впишусь. Ну, уже вписался. Вчера уже зашло в зеленую зону. То есть, можно от зеленой зоны, можно около рынка. Ну, и также добавление по 23. Это довольно глубокое добавление. Поэтому здесь нужно максимально быть аккуратным в размере позиции. И... Или брать стоп. Например, сейчас ниже вот этой зеленой зоны по 27. Тут брать и выходить по стоп-лоссу, если что, в случае чего. Потом снова добирать. Или пилить позу таким образом, чтобы набор был такой равномерный. И ставить уже стоп-лосс там ниже 20 центов. Вот, пока что эта монета мне нравится, как она идет. Она не давала пока никаких резких движений. Такие плавные зоны накопления к биткоину выглядят тоже вполне себе неплохо. Вот, сейчас будем следить за рынком. Будем смотреть, что здесь происходит. Несмотря на то, что надежда на восстановление еще... Ну, не то, что надежда, а как бы техническое обоснование восстановления еще до сих пор есть. Поэтому я не вписываюсь раньше времени в шорт-позиции. Все-таки, как бы, рынок уже не выглядит настолько сильно побычи, как было до этого. Поэтому, в принципе, смотрим, что будет дальше. Я, как обычно, вам напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своё торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok